Здравствуйте! Уже недавно я записывала видео по слуховому анализу для выступающих в музыкальной колледже. Но этот слуховой анализ касался работы в тональности, интервайной и аккордовой цепочке на слух в какой-либо тональности. Сегодня же я хочу вам предложить еще один слуховой анализ, тоже для выступления в музыкальный колледж. Завените на жалость, нота как К, ЛЯ. ЛЯ. Если у вас абсолютный слух, возможно, вы услышали, хотя я тоже услышала, мы на эту ЛЯ вообще настраивались очень часто в музыкальном училище. Мы вообще каждый урок, опять же, начинали с пения ЛЯ. И, соответственно, у нас уже развился слух абсолютно на эту ноту. Вот, я немножко отклонилась от темы. И сейчас я хочу вам дать слуховой анализ от звука. Вот тоже так иногда играют, особенно теоретиков, но я думаю, что не теоретикам тоже могут сыграть. Можно сыграть отдельные интервалы, ну, просто как вот ребята слушают в музыкальной школе даже. Давайте сейчас я вот прям поиграю, просто отдельные интервалы, а потом немножко усложним задание. Итак, но эти интервалы будут не просто в средней октаве, они будут во всех регистрах. Вот это уже сразу сложнее, да? Так, слушаем, что я играю. И это играется быстро. Это была чистая квинта. Особенно сложно слушать внизу. Это была малая септима. Это была большая секса. Ну, в среднем регисте нам легко услышать. Чистая кварта. Дальше вам могут сыграть сразу два интервала подряд. Выняты, и вы должны услышать. Ну, давайте я попробую что-нибудь такое сыграть. Так, что это было? Это была малая секса и чистая квинта. Вот когда отдельно, они улавливаются, как не всегда. Так, еще слушаем. Быстро улавливаем фонизм. Консонанс-диссонанс. Вот здесь вот прям это необходимейшее, да? То есть вы не успеете ни посчитать количество ступеней, ни песенку вспомнить. Ну, может быть, успеете. Вам нужно ухватывать фонизм, да? Сверху была чистая кварта, снизу была малая секунда. Ну, и уровень Хавридс, да? Это для теоретиков три интервала подряд разных октавров. Для... Слушай. Ой, слушай. Что это было у нас? Ну, вы, наверное, услышали, что второй был прям резкий-резкий, третий тоже, первый, более-менее. Малая терция, большая септима, тритон. Ну, тритон я не разрешаю сейчас, в данный момент, поэтому вы не говорите, что это. Пинтон, меньшонный ритвард, увеличенный, вы не знаете, что это. Вы говорите, что это просто длитон. Еще. Это сложно, ведь тебе даже запомнить, что я тут нажала. Сейчас я попробую сориентироваться. Ну, попробуйте назвать, я потом еще раз повторю. Слушаем еще раз. Значит, начальник была. Малая секста. Большая секунда, не очень резкая, не чистая. Ну, вот такая вот штука. Странная, да? Теперь вам могут играть аккорды от звука. Аккорды играют мажорные, минорные, трезвучие, яд с обращениями. Квартикст, аккорд, секст, аккорд. Значит, лад, я думаю, услышен сразу. В квартикст, аккорд, секст, аккорд. Вы слушаете, где кварта? Если кварта внизу, это квартикст, аккорд. Если вверху секст, аккорд. Еще такой лайфхак по определению аккордов на слух. Квартикст, аккорд, секст, аккорд. Значит, на третье. Если у нас главный звук в серединке, это квад-секста-корда. И у квад-секста-корда, мы слышим лад, минор, секста крайней звуки будет малая. А в секст-аккорде минорном, смотрите, первый главный звук вверху, во-вторых секста будет большая. В секст-аккорде у нас неправильный, не в мажоре, в миноре, там в миноре будет большая терция, то есть чистая кварта. Для минора, что малая характерна, малая терция, малая секста, они минорно звучат. А секст-аккорд это неправильный аккорд, я так кавычки беру, говорю, чтобы вы запомнили. И если вы слышите минорный лад, но крайние звуки сексту большую дают, то это секст-аккорд минорный, да, и кварт у него вверху. То же самое в мажоре будет. Та-та, с квартой начинаем, большая секста, крайние звуки. Та-та, это кварт, секст-аккорд мажорный. Если же кварт вверху, главный звук вверху и крайние звуки дают малую сексту, но мажорный лад при этом, то это секст-аккорд мажорный. Так, ну и конечно же вам могут сыграть уменьшенное трезвучие. Его хочется скукожить и разрешить вовнутрь. Если вверху и звук хотите допеть вниз, то это уменьшенное призвучие. Та-та, ну и конечно же оно будет страшно звучит, как мы с ребятами там обнимаемся, мы боремся. А увеличенное призвучие наоборот широкое, сказочное удивленное, да. И если уж мы его будем допивать, то допивать мы его будем вверх. Оно больше хочется. Не вниз-вверх, но не получится. А вот вверх нормально. Так, сейчас я вам поиграю эти трехзвучные аккорды, мажорные, минорные и трезвучие с обращением, плюс уменьшенное увеличенное призвучие. Готовы? Слушаем. Сразу называть, я немножко жду. Конечно, мажорный и кто? М-м-м-м-м. Кварта внизу, секст-акрайние звуки большая, это мажорный кварт, секст-аккорд. Ну и здесь мы слышим, что это не мажор и не мажор, не минор, это ухоженное уменьшенное призвучие. Сейчас что? Лат минорный, кварта внизу, и крайние звуки, да-да, малая секст-аккорд, это минорный кварт, секст-аккорд. Слушаем, что это у нас мажорный лат, тут кварт в принципе нет, это трезвучие мажорное. Так, а это у нас и мажорный минор, и вверх мажорный. Удивленно звучит увеличенное трезвучие. Минорный лат, главный звук вверху очень ярко прослушивается. Вот в секст-аккорде всегда очень ярко прослушивается верхний звук, который главный. Значит это у нас минорный секст-аккорд. Ну и следующий уровень это секст-аккорды на слух. Теоретикам играют и даже с обращениями, но давайте пока хотя бы без обращения возьмем. Значит секст-аккорды, у меня целое видео есть, посвященное определению на слух секст-аккордов. Можете послушать, если я конечно не забуду, я его вам в подсказке дам. Итак, секст-аккорды обычно слушаются семь видов. Малый секст-аккорды. Малый мажорный. Советский десень, который хочется разрешить. Думаю, никак не с чем не перепутайте, потому что его реально очень хочется разрешить. Дальше. Малый минорный. Это у нас рюмакс. Это у нас музыка ресторанная. Сидишь, кофе пьешь на закате. Это почему-то не кофе. Соломочка такая, коктейльчик. Мне вообще-то хочется коктейльчик. Представить. Такая пальмочка, небо, солнце. И ты слушаешь джаз, да? Это малый минорный. Но не расставляется. У нас еще и большой мажорный будет похож на такой же ресторанчик. Только когда мы узнаем, где что. И главное сортима малая. Тот же десень можно в нее вставить, да? Ну и напоминает музыку из московских каникул. Как ты говорила уже. Там что-то такое было, я точно не помню. Но вот в детстве как-то обратила на это внимание. И действительно это малый минорный. Дальше. Полуменьшенный. Тоже малое сердце. Мы в основе и уменьшенные три случая. Иногда мне его путают с этим самым релаксом. Но тут, понимаете, релаксный торт. Вот послушайте. Тут не расслабишься. Понимаете, когда к меню не примем вас. Да? У меня вроде как и хорошо, но что-то не так. Да? Вы можете представить, что вы сидите, а официант вам никак не может подойти, если развивать нашу тему ресторан. Да? Ну, на самом деле, этот аккорд, если вы помните начало шестой симфонии Чайковского, то это самое трагическое вообще, которое у него есть, это самая предсмертная его симфония, то этот аккорд, этот фонизм там в начале есть. Он не в этом, конечно, виден, не в какой-то вот он свором где-то. Так что если бы Чайковского услышали вот этот трагизм, и еще я говорю, что здесь вопрос. Знак вопросов. Это полуменьшенный сорт аккорд или малый с уменьшенной квинтой, он так еще называется. Так, что у нас еще есть? Значит, у нас малый мажорный, малый минорный, полуменьшенный. Дальше давайте уменьшенный послушаем. А это вообще у нас бах. Так у нас тагады. Вот он. Вот он. Ну вот он. Уменьшенный сорт аккорд. Во-первых, это бах, это барокко может быть как-то. Это может быть трагизм какой-то, что-то страшное. Это уменьшенная, молния. В угайном вораторе времена года, так как раз рисовалась с помощью уменьшенного сорт аккорда, то есть что-то страшное. Это уменьшенный сорт аккорд, у него уменьшенная секция, уменьшенная трезвучая в основе. Дальше большие субтаккорды пошли. Большой мажорный. И опять мы перенеслись под файл в ресторан. Чем отличается большой мажорный от малого минорного? Вот смотрите, два вместе сыграем. Этот спокойный, я говорю, что это мягкий релакс, а этот острый релакс. То есть вы как-то изглубляетесь с перчинкой немножко, да? А за счет чего это перчинка? А за счет большой септимы. Вот она, да? Большая септима, правильно? Мерчинка какая-то. Ну красиво тоже очень. Значит, это еще и, кстати, вот у нее ученица длинненькая. Вот я и все говорила, что малый минорный, большой мажорный, похоже. Ей сыграли малый минорный, а она сказала большой мажорный. Экзаменат, наверное, даже не понял почему. А потому что они похожи именно по ощущению, по настроению. Но на самом деле, скорее всего, вам сыграют малый минорный, не большой мажорный. То есть малый минорный более распространен. Это S2-7, которые ступили с артоккорда и так далее. То есть если вы слышите релакс, говорите малый минорный. Скорее всего, это у вас. А большой мажорный это редкость. Это уже можно для теоретиков сыграть. Вот он, да? Светлый немножко. Вот свет тут есть какой-то, но такой свет чуть ли не в глаз, да? То есть какая-то перчинка такая острая. Дальше. Большой минорный. Ну вообще такая. Ну такое, скажем, да? Значит, хочется его разрешить вверх. Вот как будто мы раз сыграли развертый трезвучий минорный, но промахнулись. И, ой, извините, и разрешили, да? Вот так. Это у нас большой минорный. Ну и увеличенная, наверное, самая, извините, пожалуйста, гадость. Сейчас, наверное, кто-то за него обиделся вроде как и ничего, да? Я сама за него обиделась. Ну извини, пожалуйста, увеличенный. Сартокон. Ну не очень, я приятен. Служба, извини. Что-то такое прям ни то-ни то. Здесь большая сэнтима плюс увеличенное трезвучие. Ну, какая-то смесь термоядерная, да? Так, сейчас я вам поиграю вот эти саптокорды, а вы их, пожалуйста, послушайте, пробуйте определить, что же звучит. Итак, первый. Я уже прям хочу сразу ответ сказать, но вы вначале подумайте, потом скажете, что мы даже подумать не успеваем, а вы уже сразу ответ говорите. Так, бывает у меня такое. Несусь вперед. Так вот, что же это такое? А это у нас вот тот самый вопрос, и мне сразу Чельковский. С этой шестой симфонии. Послушайте начало шестой симфонии. Вот поймете, о чем я говорю, да? Вопрос. Не несут меню. Это полууменьшенный, или, как говорится лучше, малый с уменьшенной квинтой. Сейчас что-то включу. Ну, я думаю, что вы представили, что и я. Только теперь осталось выбрать нам. Это или это. Ну, и вы тоже слушайте крайние звуки. Тут саптима какая? Большая или малая? Нет. Это большая, значит, большой мажорный септ-аккорд. Это кто? Это у нас драматический уменьшенный септ-аккорд. Кто? Ну, конечно, хочется разрешить малый мажорный септ-аккорд. Вот такая блюстинка, легкая. Блюз – это у нас малый минорный септ-аккорд. Остряйте. Ну, да, этот острый, просто как-то все одноверно. Вот, и мы промахнулись большой минорный, но и остался у нас вот такой. Кстати, а вот увеличенный септ-аккорд, вот, который сейчас я играю, еще иногда хочется разрешить вниз. Вот как будто мы тоже задержание взяли. Вот если вы вниз хотите разрешить, это увеличенный септ-аккорд. А если вверх, то большой минорный. А увеличенный септ-аккорд. Вот как будто так, да, можно сделать. Вот еще одна подсказка. Ну, и могут вам еще поиграть обращения малого мажорного септ-аккорда. Все последнее, чем я сейчас поговорю. Значит, сам обращение в балло-мажорного септ-аккорда, то есть Д-Сема, да, ну, и вот, и нельзя перестанить. Нужно слушать легче всего по верхнему звуку. Хотя, конечно, многие говорят, а как же ты по басу? Да, в цепочках по басу. Но когда я от звука играю, легче по верхнему. Ну, смотрите. Хочется допеть вниз. Если хочется допеть вниз, это два варианта. Это или сам малый мажорный септ-аккорд. Но, это еще не тоника. Нужно еще два шага сделать, чтобы дойти до первой ступени. Потому что это третья ступень. Вот тоника. Значит, если вы допеваете. Помните, у нас было? Вот я с горки скачусь. Когда еще малую септ-аккорд мы слушали. Вот это наш доминант септ-аккорд. С горки. И еще скачусь нужно допеть, да. Так, дальше. А вот смотрите, второй вариант тоже вниз допеваем. Это у нас. И уже никуда мы не скатимся. Мы уже скатились. Это секунда-корд. Секунда-корд тоже разрешается вниз. Но там никуда мы не катимся. У нас уже сразу один шаг, и мы дома. Все. Да, это секунда-корд. Дальше. Если мы поем вот таким образом. Куда мы хочется петь? Там. Вверх. Это будет терц-кварт-аккорд. Вот, который вот этот случай разрешается. И мы его допеваем. Единственный аккорд вверх. Значит, если вверх хотите, это терц-кварт. И последний остался, если мы... Если на месте хотим оставить, это квинт-секст-аккорд. Так, значит, вниз D7. И еще два шага. Секунда-корд. Все. Один шаг. Дальше вверх. Терц-кварт-аккорд. И на месте оставляем квинт-секст-аккорд. Сейчас я вам еще поиграю вот эти вот обращения малого-мажорного. И вы попробуете угадать, что звучит. Слушаем. Добиваю теперь сюда. Один шаг. Это малый-мажорный секунд-аккорд. Вверх. Это терц-кварт-аккорд малого-мажорного. Не говорите доминатор, потому что мы вне тональности говорите структуру. Малый-мажорный, там терц-кварт-аккорд. Сейчас. Квинт-секст-аккорд. Ну и наконец. Добиваю. Но, однако, один шаг. Я вас хотела запутать, это не септ-аккорд. Это опять секунд-аккорд был. А сейчас. На месте квинт-секст-аккорд. Это терц-кварт-аккорд. Это у нас септ-аккорд. Все. Вот такие вот у нас могут быть варианты слухового анализа от звука. А, еще забыла. Ну, это уже, наверное, слишком. Это уже высший пилотаж. Если вам, например, играет аккорд. Ну, вот трехзвучный. Вы слышите, что это мажорный. С главным звуком вверху малой сексты. Секс-таккорд. И его вам разрешают. Вот смотрите. И говорят. Он начался от звука ре. Вот этот секст-таккорд. Назовите новую тональность. И вы такие. Так, ре. Ре-фа-си-лимон. Ага. А когда мы разрешили бас пошел вверх. И мы сперем. Мимо-си-бемон. А. Значит, если ми-моль-соль-си-бемоль, это тоника. Мы в ми-моль-мажоре. И ре-фа-си-бемоль в этой тональной. Это будет доминантовый секст-таккорд. То есть, еще может быть такая тональная перестройка. Ну, это уже тема прямо для другого видео. У меня есть про тональную перестройку, как петь. Ну, а на слух как-нибудь в другой раз. Ну, а я, конечно, желаю вам удачи и мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!